Формальным поводом для пресс-конференции депутата Мажелиса Светланы Романовской стало открытие нового роскошного офиса Национальной Лиги Потребителей в Астане, которую она и возглавляет. Когда журналисты собрались, президент взялась с места в карьер. 73 человека обратились к нам по поводу банков, что они доверились общественному правозащитнику и в конечном итоге те не смогли отстоять их интересы. Они их вводили в заблуждение. То есть, понимаете, они больше будоражили, больше политическое имя делали себе. Депутат партии власти прямо назвала фамилию небезызвестного Ермека Нарымбаева, который первым предложил свои скромные платные услуги проблемным заемщикам банков. Он уже объявил себя главным, если не единственным защитником тех, кого обманули банкиры. Светлана Романовская сегодня сердобольным видом рассказывала перед телекамерами, как ее волнуют проблемы этих людей. А еще тот факт, что Казахстан, по данным Всемирного банка, стал абсолютным чемпионом мира по невозвратным кредитам. И тут собравшимся стало ясно, к чему вся эта нехитрая драматургия. Романовская объявила, что готова лично решать проблемы каждого заемщика. Она призвала обращаться в Лигу потребителей и не верить людям, которые объявляют себя защитниками граждан перед банками. У нас просто меморандумы со многими банками и со многими министерствами подписаны. По данным Всемирного банка, казахстанцы задолжали банкам 27 миллиардов долларов. То есть, каждый третий заем проблемный или невозвратный. Астанчанин Мейрам Дюсен взял кредит для покупки автомобиля. Признается, договор займа не читал. Но когда начал платить по займу и изучил условия, возмутился и присоединился к заемщикам, которые подали иск в суд на банк за скрытые проценты. Мейрам не отказывается платить по долгам. Он за честные правила игры между кредиторами и заемщиками. Мы будем все добросовестно платить налоги и долги, брать кредиты. Но чтобы с другой стороны к нам тоже на встречу шли цивилизованно, честно. Заявление Светланы Романовской можно расценивать как начало конкуренции между теми, кто увидел возможность заработать на тех, кто уже залез в долги.